Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас на обзоре мега вещь от Victorinox. Все мое семейство, не все мое, а большая часть моего семейства Victorinox собралась, чтобы увидеть новый нож. Нож был куплен моим другом у продавца Ксении ВКонтакте. Лучший продавец, сейчас это на эти вещи замечательная цена у Ксении. Давайте откроем, посмотрим. Ссылочка находится под видео, переходите, смотрите, покупайте. Упаковано все как всегда качественно в газетки. Как раз почитаю петербургские газетки с удовольствием. Так, ну ладно. Это все хорошо на самом деле. О, я уже вижу, друзья. Вот она, вот она эта вещица. Как всегда пакет, в каждом заказе Ксения отправляет пакет, что согласитесь, тоже приятно. Ну и вот, друзья, вот вам артикуль Victorinox Свисту. Ну что ж, ух, не терпится, как открыть, друзья, сегодня буквально до конца рабочего дня на почте. Оставалось 5 минут, я ворвался туда, забрал свою посылочку. Ну, посылочку не свою. Так, здесь у нас что? Чехольчик с такой поворотной клипсой. Так, тут, собственно говоря, инструкция. Такая вот коробочка. Давайте быстренько инструкцию глянем. По-моему, тут особо что-то такого нету. Так, ну ладно, друзья, с инструкцией потом разберемся. Полноценный обзор я сниму. Здесь у нас вот такой вот чехол кожаный, клипса поворотная. Такую клипсу лучше носить на каких-то таких ремнях, текстильных, так как, ну, она царапает ремень. Если дорогой кожаный ремень будет, то клипса его, скорее всего, поцарапает. Ну, так как мы с другом, в основном, носим такие тактические типа ремни в городе из стропы, то, в принципе, решили, что с такой вот клипсой само то. Плюс к этому, ну, в принципе, да, только клипса. Ну, клипса поворотная, горизонтальное ношение, ношение под углом, вертикальное ношение. Чехол качественный, классный. Свейцарское качество, смотрите, как все сшито аккуратно, друзья. Собственно, тут у нас надписи есть. Victorinox SwissMate. Ну и давайте достанем мультитул. Чехол у нас на липучке. Так, ну и вот сам мультитул, друзья. Вот такие вот пассатижи. Лифтов сразу нету никаких, естественно. Все в масле, друзья. Посмотрите, как аккуратно сходятся губки. Ну, что у нас тут? Кусачки для мягкой проволоки, кусачки для более жесткой проволоки. Захватная часть, захватная часть и захват для гаек. Лифтов нету, пружинки нету. Насколько мягко они ходят, друзья, прям приятно. Так, ну давайте посмотрим, что в рукоятях. Оп, сложили пассатижи. Насколько приятно все-таки иметь дело с качественными вещами. Здесь у нас что-то не с той стороны. Я начал, давайте начну с той стороны. Мы видим вот такой вот клиночек, друзья. Это у нас полусерейтерный клинок. Также, ребят, плейновая часть расположена ближе к рукояти. Ну, чтобы что-то строгать на силу. А серейтерная часть, соответственно, дальше, чтобы что-то разрезать. Давайте посмотрим, что у нас по заточке. Газету режет. Ну, в принципе, можно смело сказать, что заточен идеально. Из коробки. Вот такой вот клиночек. Такой профиль опасной бритвы. А серей вообще не имеет никакого люфта. Нету, ребят, вот сразу вот этот мультитул. Это ответ тем, кто говорил, что викториноксы дохлые, некрепкие, что они какие-то такие все слабые. И что у них нету пассатижей полноценных. Совершенно без люфтов, ребят. Замочек вот такой вот. По типу бэклок, он, в принципе, работает. Так, второй инструмент здесь у нас этого. Такая вот интересная штука, друзья. Это у нас, посмотрите, такой скейбок, стамеска. И здесь же у нас заточенные выемки, вот такие вот, для снятия изоляции с проводов, друзья. Ну, в принципе, тоже интересная штука. Стамесочка, скейбочек. В деле, в принципе, у меня, наверное, ее не получится испытать. Но провода попробуем позачищать, так как мультитул не мой. Чуть-чуть, буквально, совсем немного, что-то мы им поделаем. Далее у нас идет вот такая вот мощная отвертка, опять же, с пазом для сгибания проволоки. Ну, и зачистки изоляции она тоже идет. Но, раз уж в предыдущем инструменте есть вот такие вот выемки для зачистки изоляции, я не думаю, что вот этим пазом кто-то будет пользоваться для зачистки изоляции. Отвертка такая толстая, мощная. Как ломик вполне тоже. Ни люфтов, ничего нету. Фиксация надежная, этот бэклог. Вот. И при этом все легко складывается. Буквально одним пальцем. Раз и сложили. Далее у нас идет вот такое вот шило. Сразу видно, что на шиле отверстия у нас нету. Так. На шиле отверстия нету. Грань заточенная. Ну, то есть, вполне оно будет работать как стандартное виксовское шило. Ну, без отверстия. Ну, собственно говоря, как в ножах 111 мм. Также отверстия в шиле у нас нету. Так, ну и последний инструмент в этом рейду. Это вот такая вот пила. Я сниму потом подробное сравнение всех инструментов с инструментами в других швейцарских ножах. Ну, в принципе, по длине. Ну, что-то перепилить ей можно. Ну, в принципе, какую-то фанеру, ДСП, небольшую веточку. Ну, естественно, она перепилит. Естественно, она агрессивная. Как и на всех Викторинаксах. Ну, также, в принципе, одним пальчиком аккуратно складываем. Так, здесь у нас что по инструментам. Вот такие вот ножницы. Ножницы мощные, вы знаете. Ну, в принципе. Ну, ногти они будут, конечно, подстригать. Ну, они помощнее, чем обычные ножницы. Идут у нас в швейцарских ножах. Ими вполне уже что-то такое. Можно кожу какую-то резать. Но при этом все аккуратно сделано. Тут же у нас вот такая вот тоже пружина стоит. Тоже она выглядит понадежнее, чем стандартная пружина. Люфтов никаких нету. Работает все классно, аккуратно. Газетку режет, в принципе. Ну, оно и понятно. Давайте пакет этот посмотрим. Он прям... Ну, классно режут эти ножницы. Пружинка. Удобненько. Отличный инструмент. Также он фиксируется в открытом состоянии. Далее у нас... О, ноготь подстриг. Далее у нас такая вот небольшая отверточка идет. Ну, тут, по-моему, 3 миллиметра, я думаю, есть на этой отвертке. Ну, небольшая такая вот шлицевая отверточка, в общем-то. Далее у нас идет крестовая отвертка. Ну, в принципе, стандартная, как и в мультитулах. В смысле в швейцарских ножах она. Ну, по размеру, по размерности. Ну, чуть подлиннее. Что еще плюс, что можно вот так вот разложить эту рукоять. Ну, и, в принципе, где-то в какие-то... Ну, далеко расположенные винты подлезть. Можно также сделать, в принципе, вот таким вот образом, чтобы рычаг увеличить. В принципе, вполне можно эту отвертку использовать. Ну, такая вот крестовая отверточка. Опять же, она фиксируется. В принципе. Ну, и лифтов. Ну, какой-то самый минимальный шат есть. Ну, не критично. Далее у нас открывашка для консерв идет. Примечательно, что она расположена не с самого края, как обычно, а в других складных швейцарских ножах. Так, а все-таки во втором рейду. Ну, тем не менее, я не думаю, что это помешает как-то открывать консервы. Я прям сейчас кое-что из консерв понесу и открою. Ну, чуть попозже. Так, и далее у нас. Далее. А вот такой вот напильник. Он же пила по металлу. Двусторонний напильник. Тут более мелкий, тут более грубый. Пила по металлу. Ну, что, друзья, ну, классная, классная штука вообще. Столько прям крепко сделано. Люфтов, кстати. Ну, вот у напильника у люфтов нету, в принципе. Ну, и на большинстве инструментов, я думаю, что их нету. По эргономике, по пассатижам. Ну, вот я сжимаю рукоятки. В принципе, в руку ничего не впивается, друзья. Ну, не впиваются они в руку, а реально, друзья. Все настолько классно сделано. Замечательно просто. Что еще сказать? Ну, это такие первые впечатления. Каких-то таких люфтов. В таком вот раскрытом состоянии. Вообще никаких люфтов нету. Пассатижи надежные. Ну, губки тут такие достаточно деликатные. В принципе, как острогубцы они тоже, я думаю, можно их будет использовать. Здесь у нас надпись Victorinox. Здесь точно такая же. Все собрано у нас на заклепочках. Ну, это для любителей регулировать. Тут регулировать, в принципе, нечего. Ходит все мягко и, опять же, без люфтов. Открывашки. Вот люфтов нету. Где-то, возможно, на некоторых инструментах какие-то минимальные шаты присутствуют. Но я помню, как на Лазермане достаешь, например, какой-то один инструмент, и все они, куча начинает вылазить. Тут же такого нету, друзья. Вот такой вот клиночек. Если можно сказать основной тут у нас клейменья на нем. Что-то не видно. Victorinox. Швейцария. Victorinox SwissMade Stunless. Ну, стандартный клейменья. Стандартная маркировочка. Вот такая вот. Так, и что у нас клинок получается? Вот он идет. Ну, по-моему, тут нету такой промежуточной фиксации. Ну, все же. Заточка у него односторонняя. Для мультитула нормально. Знаете, ему в дополнение какой-нибудь взять. Вот такой вот нож. Ну, такой более крупный сентинель. В принципе, больше ничего не надо. Давайте, друзья, я сейчас возьму весы. Опять же, и консервную банку. Ну, и на этом мы наш первый обзор этого мультитула закончим. Так, ну что ж, друзья, давайте взвешаем. О, взвешивать собрался. Весы не включил. Так. Ну, видно, что 0. 210 грамм. Давайте, тут же. 203 грамма. WorkChamp. Ну, собственно, 208. 208-210 грамм. Ну, чем это обусловлено? Что конструкция полностью металлическая, такая надежная. Вот, ребят, многие говорили, что, во-первых, нету каких-то пассатижей у Victorinox. Таких полноценных. Ну, вот они, полноценные пассатижи. Пожалуйста, друзья. Удобно, в принципе. Ну, удобно, друзья. Конечно, в любом случае, друзья, стоит помнить, что обычные профессиональные пассатижи какие-то, ну, они в любом случае всегда будут удобнее, чем пассатижи в мультитуле. Ну, тут, в принципе, по эргономике. Вот, знаете, обычно на мультитулах рукояти идут прямые. Тут вот они изогнутые. Ну, как правило, прямые рукояти, чтобы, в принципе, как линейку их использовать, и как-то инструменты умещали с них. Тут вот они изогнутые. И это, ну, это реально удобно, друзья. Ну, и, собственно говоря, многие нарекания какие-то, что Victorinox и слабые, какие-то дохлые, говорят. Ну, швейцарские ножи. Ну, вот, пожалуйста, вам полностью металлические, полностью, вот, надежно все это без люфтов, без шата, с замочками, все инструменты, друзья. Вот вам, пожалуйста, надежность, опять же. Кто говорил, что они ненадежные. Ну, в принципе. Так, ну, давайте попробуем банку открыть. Вот, не то достал. Вот она, открывашечка. Давайте баночку попробуем открыть. Баночку с ананасами. Ну, классно. Она такая прям агрессивная. Ну, в принципе, не на всех агрессивной. На всех Victorinox. Заодно продемонстрирую, как стандартная виксовская открывашка работает. Даже можно, наверное... Ну, просто вот так вот. Даже вот так вот просто можно, друзья. Не обязательно даже что-то двигать ей. Вот так усилий нужно побольше прилагать. И чуть больше сноровки требуется. Ну, в принципе, я думаю, можно и... Даже потом без каких-либо движений открывать. Какие-либо консервы просто поставили. И вот двигайте. Так, ну вот. Ананасики мы открыли. Хорошо, друзья. Ну, собственно говоря, вот получается, друзья. Надежный мультитул. Замечательный чехол. Ну, в принципе, по весу. Да нормально можно носить для мужика вот этот вес. Это не вес, друзья. Особенно в городе. Поэтому он достаточно компактный. И такой функционал несет в себе. Вещь, конечно, классная. В чехле замечательно помещается. Есть модель еще Spirit Plus, друзья. Ну, в принципе, там еще идет... У нас в Spirit Plus у нас идет... Битодержатель, штопор, там биты различные. То есть щетка, воротки. Ну, это тоже у меня с военем появится. Именно что Spirit Plus. Клипса такая, ну, в меру жесткая. Ну, и откуда он денется с такой клипсы в таком чехле. Но, опять же, повторюсь, что это не для слишком широкого именя клипса. И для именно что, какого-то такого текстильного. Ну, так как тут он будет обдираться, этот имень. Поворотный механизм. Ну, достаточно надежный. Я не думаю, что куда-то что-то денется с ремня. Если вы там не кувыркаетесь в городе постоянно, вниз головой не висите, то... Да и то, в принципе, вряд ли он куда-то денется. Такой вот замечательный чехол, замечательный мультитул. Ну, в Азермана такое качество за эту цену вы точно не найдете, друзья. Такие грамотные инструменты. Да. Классная-классная штука, конечно. Ну, показано, как... Что клипса поворотная на данном мультитуле. Ну, классно-классно. Ребят, цена сейчас у Ксении просто замечательная на них. Я думаю, если кто-то думал, смотрел на этот мультитул, присматривался к нему, стоит просто взять, вот, перейти и, возможно, купить себе такую замечательную вещь. Настолько классная, друзья. Не так уж многие любят анбоксинги, первое впечатление. Ну, во-первых, вещь, ну, действительно достойное внимания. Ну, во-вторых, показать, как посылки, Ксения упаковывает, что в посылке было. Так как это все-таки вещь моего друга. Ну, и, в принципе, вот вам, друзья, из коробки первые впечатления какие-то. Настолько все аккуратно, прям, сделано. Ну, вещь, вещь, друзья. Вещь. Ладно, друзья. Давайте будем потихоньку прощаться с вами. Вот такая вот классная штука. Будет у меня сейчас, я в темпе вальса постараюсь снять его сравнение со свист-чемпом, с ворк-чемпом. Ну, и, собственно говоря, какие-то итоги подвести. Минимальные примеры работы. Показать все-таки это не мультитул, а моего друга. Ну, немного что-то покажу, хотя провода покусаю, в принципе. Ну, и, в принципе, все, провода покусаю. Я не такие тесты, на нем не будет таких тестов, которые, как я люблю обычно, такие они достаточно долгие. С большим числом примеров работ. Ну, в целом, друзья. Ну, ладно, все, все. Выключаясь, друзья, видео, и так долгим получилось. Ладно, желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok